Девушки отдыхают Упровизированного радиоцирка Шепито Давно не видели Сергея Вячеславовича Ну это нормально Это значит все работали Все зарабатывали деньги У нас к вам несколько вопросов Можно у меня короткий Вчера появилась новость Я даже предугадываю Направление ответа Сергея Вячеславовича Вчера появилась новость Что за последние 100 лет Жители Европы Благодаря женщинам Их средний уровень IQ Упал на 14 пунктов Почему благодаря женщинам Потому что женщины с высоким IQ Размножаться не хотят Почему вы подразумеваете Тождество интеллекта Ума и IQ Я по разговорам с Сергеем Вячеславовичем Знаю что IQ это тест Который позволяет выявить посредственности Такие же как этот тест составляли Но он же падает почему-то И это же наверное не очень хорошо И даже он падает Это замечательно Ну женщина тут сразу должна сказать Женщину абсолютно ни при чем И потому что первое С помощью генома Передавать интеллект невозможно Это замечательный был бы способ Если бы в генах был бы записан Образ мысли или там Устройство мозга Но это более случайный процесс Который зависит не только от генетических Масса других фактов Ну например Ну например Геномы мужчины и женщины Они же смешиваются Как известно при размножении И поэтому вероятность того Что будет унаследован Именно женский Вариант строения мозга Интеллектуального Если она спарилась С каким-нибудь там скажем Слабо недоразвитым Проходящим им мужчиной Но зато с волосатой грудью Он не факт Что потом пойдет Женщина И к тому же умные женщины Это как правило бывает маскировка Потому что цель все та же Я боюсь что Европейцы морочат голову Одно могу сказать Женщина-то ни при чем А индекс IQ Даже индекс IQ Который разработан Посредственностями Для посредственности Падает по одной простой причине Требование к индивидуальной Сообразительности Сытой Ухоженной С вычищенными улицами В Европе Падает То есть Бабуинизация населения Там идет Семимильными шагами То есть Востребованность К тому Чтобы быстро соображать Ясно и четко Ориентироваться В сложной ситуации В меняющихся условиях Вот эта вот Рафинированная жизнь На протяжении Там сорока Сорока Пяти лет Атрофирует Эту необходимость Она конечно Ну если обезьяне Не надо бороться за жизнь Она за нее не борется Если так все Готово В случае чего Посой по безработице Друзья И смотрите Это такой удивительный парадокс Как бы Такой вот Чисто эстетический То есть вот Сергей Вячеславович Все время употребляет термин Бабуинизация Как бы Европейцы Рафинированы Они-то думают Что происходит В Северной Африке Приезжают люди У которых нет ни образования Никаких культурных традиций Ну просто варвары И они отлично живут На пособия Которые платят им Трудолюбивые французы Размножаются Как кролики Расселяются по Европе То есть Что самое главное Биологический процесс Их потомков все больше Геном отлично Сохраняется Передается по наследству И при этом Что делать не надо Слушайте Это торжество Как раз Именно Биологического подхода К развращенной Расслабленной Европе Естественно Они ее потихонечку Схорчат Как в свое время Схорчили Наши Сапиенсные предки Неандертальцев А какими бы умными Европейцы не будут Все они будут Так же себя вести дальше Их просто простые Не заморачивающиеся Ни на каких сложностях Люди с низким образованием Желающие только Расслабляться Отдыхать В промежутках Размножаться И закусывать Легко-легко Отдолеют Вот и все Что мы видим А можно еще что-нибудь придумать А впрочем извините Давайте после рекламы Я задам вопрос Собственно просто Мы был вот какой Сергей Вячеславович Савельев К слову еще раз напомню Он у нас в гостях сегодня Вот как собак Тем не менее Понятно что у них сейчас Изначально они придуманы Для другого были И должны были там Не знаю Атары пасти По лесам носиться Но им сейчас придумали Всякие площадки Они через деревяшки Перепрыгивают И вроде как таким образом Себя тренируют И все-таки остаются собаками В хорошем смысле Это условие Нет А есть же другие собаки Для которых уже комбинезончики Придумали Салоны специальные Это европейцы А вот можно ли придумать Какую-нибудь площадку С искусственными Так сказать Сложностями И препятствиями Чтобы европейцы стали Чтобы мы пока Мы не стали европейцы По ним бы бегали Носились Придумывали все Всякие проблемы На своей заднице Значит И решали их И таким образом Не атрофировали бы Вот смекалки Умы и все прочее Нет Вот смотрите Даже в нашей стране За последние там 15-20 лет Очень сильно атрофировалась Смекалка Смотрите на молодежи У молодежи нет Стимулов для того Чтобы развивать Всю эту смекалку Ну максимум Там украсть Ответы на ЕГЭ Ну что это за смекалка Раньше было Как 8 класс экзамены 10 класс экзамены Сдавать экзамены То есть это был Элемент такой напряженности Который необходим Для развития А в советские времена Ведь в чем был Полное удовольствие Откуда такие Сообразительные Советские школьники Приезжали В те самые времена Ранней миграции В США И там наш троечник Который там Считался вообще Секонд-хендом Там у нас в школе Там становился Отличником Крутым сообразильником И значит Уходил потом Там в лучшие университеты Почему? Очень простой системе Потому что В стране Это была система Двойных стандартов Из самых маленьких Самого маленького возраста Мальчик и девочка Прекрасно понимали Что говорят родители На кухне Не должно быть Рассказано Сказочнику Слубянки Ни в коем случае И что Система ценностей Которую проповедуют Дома Она совершенно Противоположна Той Которую За которую Ратуют И какие стишки Там про Ленина Партию Читают в школе То есть ребенок Сразу начинал Расти в системе Двойных стандартов То есть он тут же Понимал Что надо жить Двойной жизнью То есть все Как штирлиц В разведке Понимаете Там с 3-4 летнего возраста Постоянное напряжение Постоянное напряжение Контроль Не дай бог Про папу Чего сказать Что он где там Унес Или Сменял Или почему мама Ходит в заграничных джинсах А папа Дальше Самара не выезжал И прочие Всякие фокусы Попробуй сказать Почему он с мамой Ходил в березку И там покупал Что-то на чеке У него тут же Спросят Каким образом И так далее Это постоянная напряженность Это постоянное напряжение То есть это вынужденная Система работы мозга Понимаете Мозг Я уже многократно говорил На вашей передаче Заставить работать Невозможно Если ему гарантируют Какую-то минимальную еду Еще лучше с выпивкой Возможность размножаться То вот ничего не делать Он готов за очень маленькие деньги Это мы видели А пытливость ума Внутреннее желание Какая пытливость ума Вот пытливость ума Возникает Когда у вас две системы стандартов Которые перекрещиваются Между собой Когда вам надо каждый день Крутиться Как черт на сковородке И вот в этот момент А страх Смотрите Я объясню со страх Условно если упростить Вот я когда Я когда шел Служить на флот Я помню Я услышал во дворе Глядя край муха Со стишок Надеваю портупею Все тупее и тупее Я почему-то ужасно Боялся оттупеть Выяснилось что зря Куда дальше Но не важно Вот и поэтому Я читал книги Я постоянно что-то делал Я постоянно Пришлите мне обязательно Не забудьте Когда я уже меня забирал Уже автобусик тот печальный Пришлите мне учебник Натальи Бонг Я буду английский еще изучать Я не хочу тупеть И все и уехал Вот этот страх Может стать Движком развития Ну вы знаете Поэтому вы На всех каналах И с утра до ночи Вещаете Потому что Вы боялись Тогда тупеть То есть Это верный признак Того что Было желание Сохранить себе Те человеческие Качества Которые вы себе Почувствовали Очень рано Ну многие Не хотят Ничего сохранять Многие хотят Жить простой Жизнью То что называется То есть Есть пить Размножаться И там Растить детей Покупать Всю следующую машину Расширять Жилплощадь Или там Дачный участок И больше ничего И это есть признак Нормальной Человеческой жизни Хотя С точки зрения Творческой С точки зрения Созидательной Конечно это Не совсем нормально Но не все могут Проявлять Творческую активность К сожалению Люди не равны Мы это обсуждали Да Подожди То есть Единственный путь Почему Кузичев Так много читал Это понятно Это все то самое Пресловутое повышение Доминантности Только в случае Анатолия Путем обогащения Своего интеллекта Но он боялся Он вернется И окажется Ниже интеллектуально А за три года Все рванули Конечно Знание Оказалось что Нет Оказалось что Они как поступили В институт Они поняли Что они уже рванули И пошли в пивную Это правда Абсолютно Получается Вот та самая площадка Про которую говорил Анатолий Это только Не знаю Принятое в обществе Убеждение Что вот Только умные Не знаю Интеллигентные Интеллектуальные люди Достойны для Того чтобы стать А самопланка Самопланка все время понижается Это советская идеология Понимаете Анатолий Была тоже Советская идеология Советская идеология Превозносилась Что человек Образованный Умный Культурный Он и есть Цвет общества А сейчас Какая культура Когда у меня Три счета В швейцарском банке Все ребята Вы посмотрите На женщин Как они на это Реагируют Если у тебя нет Там счета Ну это плохо Сейчас другие критерии Другие ценности Они стали Не социально Скажем Интеллектуальные Как в советские времена Были Хотя там творилось Бог знает что А стали Биологическими В чем ужас Чем капитализм Отличается от социализма В социализме Выдуманные цели Выдуманные ценности Выдуманные критерии Человеческой Самодостаточности Другие совсем Те которые Характерны Как раз для Высших образцов Человеческой мысли А при капитализме Это развитие Биологического сообщества Биологическим Биологическим потребностям Это просто В соответствии Это просто Продолжение Той самой Эволюции То есть социализм Если уж так вернуться Он был Такой Ожидаемой Страстной Попыткой Сделать из обезьян Людей И привить им То Чему они Не характерны Ну естественно Тут же не получилось И пришлось Все насиловать Строить Лагеря Там и прочие Прочие Преследовать И накомыслящих А капитализма Этого ничего не было Это был естественный Эволюционный путь Развития Биологического То есть это Биологическая жизнь Мы вернулись К биологической жизни Утратив Очень многое То что тогда Казалось нам Ненужным Неценным Какими-то выдумками Идиотскими Которыми нам навязывались Потому что Сущность биологическая И тогда из всех лезла Все равно Все Как в том анекдоте Василий Иванович Я знаю как Бороться Петька отвечает С торговлей Из-под прилавка Как Надо поставить Сзади магазин Два пулемета Почему два Чтобы не перегревались То есть тогда Та же система была Понимаете Все все равно Как упорные бабуины Лезли через задний ход В этот Елисеевский магазин Я помню сам Там касса внизу Стояла В Елисеевском магазине Она была спуститься И там тебе пробивали Касса из зала Стоит Все эти разносол Если ты был вхож Это ужас То есть вот эта бабуинизация Собственно говоря Она шла в Советском Союзе Семимильными шагами Но Там хотя бы Делали иллюзию Что надо бороться За какие-то Светлые идеалы За какие-то Человеческие ценности Мол Делать тебя Не Количеством денег А знаниями Измеряется твоя ценность Книжки издавались Извините просто Сергей Прижмемся Ладно сейчас Короткие новости Друзья А потом вернемся 1836 столицы Друзья Отвечая на Лешин Помните Риторический вопрос Который в начале Этого часа прозвучал Если вам дать все Кого превратить Скотов В свиней Нет Леша Мы превратимся В идиотов Соответствую С теорией Сергея Вячеславовича Просто в идиотов Нет Сразу не превратимся Дело в том Это работа Дело в том Что Люди все-таки Очень разные Мы тоже об этом говорили Что мозг очень различен И всегда Среди тех Кто будет Спокойно вести Свою жвачную Счастливую жизнь Найдутся те Которых будет Что-то беспокоить Если мы Предварительно Не отберем людей Для определенной жизни С одинаковыми мозгами То обязательно Появится Какой-то мерзавец Который начнет Пользоваться этим Ну как все маленькие Эти социальные коммуны Всегда же у них Появилось два мерзавца Которые начали Паразитируют на всех Поэтому эти коммуны 300 лет разваливают То есть Социализм в идеале Если вот Представим себе Что мы строим Социализм Настоящий такой Зюгановский Такой Кондовый То надо сначала Взять всех людей Засуднуть в томограф Сделать церебральный сортинг Отобрать абсолютно одинаковых И все И вот они тогда Будут спокойно С песнями на работу Все как печаталось Вот Но как только У них появляются дети Их опять в томограф Если не подходят Нет обраковка На помойку А туда только одинаковых Вот тогда При полной Одинаковости Можно строить То же самое Вот система Которая вы говорите Когда все будет Очень сыто Все будет Все что угодно То тогда все равно Будут из-за Изменчивости мозга Появляться Вот такие Отщепенцы И мерзавцы Которые будут Придумывать Какие-то новые вещи Придумывать Новые развлечения Мозг перекормлен И он все таки Нет-нет Да хочется ему там Увлечься чем-нибудь Ну он как Католической церкви Там Гомосексуалист То То к ребятишкам Потянется Да Следующий шаг К ребятишкам И штабы Большого Пути Разрешили Гомосексуализм Тоже началась Это нормально То есть Эта жизнь Она приводит Таким вот развлечениям Слушайте А вы вот Как ученый Как какой-то лаборатории Прямо Который Ну в каком смысле Мозг изучает Развитие нервной системы Человека Институт морфологии Человека Российской Медицинской наук Вот Вмекнул там Некая нотка Симпатии К этим мерзавцам К мерзавцам К мерзавцам Которые вот От общей Так сказать Жвачной тусовки Откалываются И конечно мерзавцы Но в смысле мозга Они вам Гораздо симпатичнее Чем основная масса Да Конечно Потому что Изменчивость мозга Рождает гениев Иначе не было бы Никакого прогресса То есть Это может быть Равновероятностная Какая-то такая Реверсия В сторону Животной жизни Аморальные Атипичные Которые там Людоедство Там Всякие Прочие извращения Так и в другую сторону Человек С необычными способностями Может придумать Как там Разрушить эту систему Или наоборот Добавить в ней Элемент напряженности То есть Изменчивость мозга Залог Эволюции человека И пока мы не начали Отбирать По мозгам людей Это будет происходить Спародически Как мы не выравнивай Как мы не подстригай Все это Не загоняй в узкие Какие-то рамки Удобных Социальных Покладистых людей Все равно будут выскакивать Через поколение Через два Через три Через пятьдесят А уж когда-то Вот говорят там Каннибалы Ну плохо Ну ведь совсем недавно Всего несколько десятков Тысяч лет назад Мы во всю Ивановскую Значит поедали Друг дружку В общем было Почти нормой Ну еда Она и есть еда Мало что много То есть Без биологической точки зрения Удаленность событий Это небольшая Да понятно И насилие тоже самое Даже сексуальное Ну когда речь идет О переносе геномов Следующих поколений Ну какие такие мелочи Там Сто тысяч лет назад Были Ну по-поненту Даже там Недавно Недавнешнее прошлое Когда там Занимали те же ремляне В некие города Завоевывали Ну что Тут же оплодотворили Все что движется Известное развлечение Вот И таким образом Шло и смешение Никаких Нюрнмерских Трибуналов По этому поводу Не было Ну Нюрнмерский Трибунал То что утворяли Эти ребята Которые теперь Почему-то называют Цивилизованной Европой Это отдельный разговор Это понятно Слушайте Сильной натяжкой Будет так вот Сформулировать Что мерзавошность Человека С большой долей вероятности Говорит о Хорошем Так сказать О хорошем качестве Его мозга Не так Скорее Необычности Лучше Необычности Необычность Поведение Говорит о том Что у него есть Отклонение Хорошие или неплохие Другая история Но он точно Выбивается Из рамок Но обычно Вот эта вся мерзавошность Которую вы называете Обычно Носит животный характер Ну что мерзавошность В чем она проявляется Она проявлялась в том Что он такой мерзавец Придумал Ракету В новую там Даже новый напиток Хорошо Не надо ракету Новый напиток Или новую еду Ну как японцы Вот придумали Эти суши Которые они сами Никогда не ели Мерзавцы Да И начали их продавать По всему миру Ну и замечательно Вот Вот если что-то такое Придумывают Но ведь придумывают То что Как новым Экзотическим способом Украсть что-нибудь Снять штаны И залезть повыше Как куретник Клюнуть ближнего На нижнего И залезть повыше На ветку Вот и все То есть перспективка Такая Не самая Нас положительная Ожидает И как-то получается Все по спирали развивается От обезьян ушли И вышли Значит до некой Высшей точки Ну те кто считает Что вышли до нее И сейчас Начали обратно Я сам объясню Признак обратности Мы вот его никогда Не обсуждали Но это очень важно Вот сейчас во всем мире Непрерывно растет Из-за средств В том числе Массовой информации Растет информация о том Что там огромное количество Людоедов Насильников Там сексуальных Маньяков Серийных И прочее Почему это такое Вот недавно не было Вот сейчас они прут Просто изо всех щелей Он у нас По радиусу Через день Объявление Очередно В чем дело А что вы ребята хотели Вы что хотели Если вы долгие Тысячи Десятки Тысяч лет Отбираете людей В популяции Человеческих По социальной адаптированности То есть Конформистов Понимаете Кто понурив голову Делает все как все Да Значит он имеет Преимущество По размножению Доступ к пище Его никто не трогает В крайнем случае Самого не съедают Результат Как я уже неоднократно говорил В том числе В вашем эфире Мозг за 100 Там 30 тысяч лет Уменьшился на 250 грамм Ну какая часть мозга Это что уменьшилось Центр управления Половыми органами Или ногами Да нет Все там нормально Как у обезьян Торщит Висит и бегает Так Возникает вопрос За счет чего Ах это оказывается За счет наокортекса Той самой коры Которая делает нас людьми Понимаете Она уменьшила А это значит Чего стало больно То что с этой корой Вступает в противодействие Подкорка Или подсознание Те самые обезьяни Центры Которые мы наследовали Сей эволюцией В результате Вот эти центры Которые обезьяни Чудовищные Которые нас Все время пытаются Сделать с котами В прямом смысле Этого слова Они начинают превалировать И поведение В том числе Сексуальное Неконтролируемое Инстинктивно Гормональные формы Начинают преобладать В поведении И чем более Мы социализируем Общество Тем больше У нас конформистов Спокойных Покладистых людей С уменьшающимися Не аккордс Он же не нужен Мы же не пользуемся То есть замочек Становится все меньше И меньше Да-да-да-да И в результате Древние обезьяни Центра Начинают превалировать Над социально Значимым поведением Сколько вы их Не воспитываете И во всем мире Благодаря снижению Рассудочной Человеческой части Мозга Превалируют Чего? Дикие выходки Люди Все больше и больше Людей Которые Срываются И превращаются По сути дела В тех самых Макарх То что вы сказали Это буквально Обратный процесс Да-да Реверсия эволюции Понимаете Если Почему я и говорю О церебральном сортинге Если это не остановить Это будет норма Очень быстро Ну это же невозможно остановить Ну как Надо отбирать людей По способности А у людей отбирать Еду и компьютеры Получается Что? А у людей отбирать То что Расслабляет их Нет Раньше Это все проблемы Решались очень просто Как смена элит Там все такое Это просто Войнушка Резня Там одних вырезали Другие приходили На их место Обновление Кто-то Из разумных Смог в этой ситуации Кувыр коллеги Смог пробиваться К власти К деньгам И это приводило К некоторым позитивному А как выглядит Как вы выражаете Церебральный сорсинг Вот вы Ложите И смысл Объясните нам еще подробнее И механику И некий томограф Смысл Значит физика Сначала физика Томограф Который Должен обладать Рентгеновской оптикой Специалисты В этой области Есть В России Крупнейший спец Это осадчик Такой физик известный Который Крупнейший спец В мире В этой области Разработок полно Рентгеновская оптика Есть Надо оценить Стомограф Повышать разрешение В 10 раз Будет микрон разрешение Значит прижизненно Можно будет Оценивать Структурные основы Особенности Поведения человека Просто По мозгам То есть по числу нейронов По количеству По размерам полей И прочее Для каждой функции Мозг можно Раскладывать будет Это физика И механика Значит дальше Теперь смысл Биологический И смысл Человеческий Отобранные Людям Смогут заниматься Тем Что им нравится То есть это в первую очередь Профессиональные отношения То есть к чему человек Способен То ему надо Предлагать делать Потому что он это будет делать Лучше всех Если мозг Специализирован В этой области Дальше Семейные отношения Если вы собираетесь Жениться Проверьте жену На это дело Потому что в конце концов Половые Так сказать Стремления Замедлятся Жена начнет стареть А жить то вам Довольно долго Придется Вот с этой женщиной Если вы хотите С ней поддерживать Отношения Не менять их Как по трейдину Так сказать Каждые три года То тогда Необходимо Чтобы вы совпадали Чтобы хотя бы Поговорить можно С женщинами Во многих семьях Они разговаривать Муж с женой не могут Они на каждое слово Бесятся Потому что Непонимание абсолютное А здесь Если у вас Более-менее Конструкционно Совпадают мозги Конфликтов нет То есть Без вот этого Механизма И социальной Стабильности Не будет Профессиональной Стабильности Не будет Потому что Сейчас 90% людей Занимаются Не своим делом И это не значит Что кто-то плохой А кто-то хороший У нас Деятельность Настолько разнообразная Что всегда Можно подобрать Той Структуре мозга Которую Можно будет Выявить Определенную Профессию Уникальные Такие профессии Для уникальных Как раз Мозгов И наоборот То есть Поэтому Проблемы Никакой Нет Здесь Нет Никакой Дискриминации Есть только Проблема в одном Что Очень много Людей Которые Сейчас владеют Деньгами И властью Отправятся Уборщиками Отправятся Заниматься К тому Чему мозг их Приспособлен Может Они хотя бы Счастье Самое главное Их дети Отправятся А вот этого Никто не хочет Потому что В свое время Когда Француз Осип Галь Оказался Во Франции После того Как все Перепугались В Австро-Венгерской Империи О том Что императора Пора проверить На шишки Это было 200 лет назад Ну потому что Видишь Что что-то Не то происходит Может быть Там Проверить Какого-нибудь Способности Тот по шишкам Определял Френологию Ну С перепугу Император Его выслал В 24 часа А он приезжает В просвещенную Францию Ну и тут же Значит В Академию наук Академики Перепугались До смерти Потому что Никто с шишками Было явно Не в порядке От одной Идеи Опасности Реальной оценки Их способностей Перепуг был Такой Что Наполеон Засунул его В тюрьму Потому что Наполеона Тоже хотели Там пощупать На предмет Шишек И способности Ну Вовремя Он же стал Наполеоном А если бы Благодаря вашему Как это называется Слушайте Ну вы знаете Это все равно Что вот Мне всегда приводит Примерно Смотрите Бизнесмены Есть успешные Вот они явно Талантливые Но вот вы представляете Бизнесмены 90-х годов Когда в моргах Так вот Заходишь С одной стороны Зеленые пиджаки С другой стороны Малиновые Горами Да Понимаете Когда трейлеры Ставили около морга Потому что Хранить негде Было этих бизнесменов И вероятность того Что среди них Хоть кто-то Залезет Выше всех Это естественно Это просто Что называется Статистический случай И далеко не самые умные И далеко не самые способные Потому что Там-то речь Ни о каком интеллекте Не идет Ну а как Изворотливость Интриги Расчеты Это биологическая проблема Биологическая цель Понимаете Во всем этом То же самое Как в политике Цель всегда биологическая Стать главным 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 Это инстинкт Подождите Нет Это инстинкт Конечно Но как раз Он же характеризует Обладатели мозга Как обладатели мозга Так сказать Да Десять секунд Друзья Мы сейчас Привемся На буквально Полторы минуточки Напомню Что у нас в гостях Сегодня Сергей Вячеславович Савельев Ваш любимый А коль он ваш любимый Чего вы не пишете А слушайте только Открыв рот Пишите 5533 Мы продолжаем Восемь часов 51 минута Московского Московское время Всем доброго вечера Друзья Это ослепительное Шоу Профилактика Но даже наше Наше сияние Конечно же Только отраженный свет Сергей Вячеславович Савельев Я начал вопрос задавать Да Какой Я пытаюсь вспомнить Мучительно нащупать По поводу бизнесменов Которые вот А так вот Вы правы абсолютно Конечно изворотливались Конечно это никак не красит И не 90-е годы лихие Ни нас с вами Ни их И так далее Но мозг-то это их красит Это же характеризует его Нет Они же как те арчарки Я согласен Согласен Конечно Но Это люди Которые прошли через эти жанры Но могли пропасть и другие Вот в чем проблема А то есть это не уникальный То есть это не уникальный Статистический процесс Понимаете Если бы у них были Какие-то сверхспособности А то извините Все как обычно То же самое же Во многих других областях Музыканты Певунные Те же самые Оперные Что мало что ли У нас Типа хворостовского Голосов Да полно Но как говорилось Еще временно Екатерина Этот в случай попал В случай попал Да Вот извините Из Москвы Отлично просто СМС Не могу ее не зачитать Вы проще скажите Лупить ребенка за двойки Или нет Через раз А через раз Лучше не через раз А по какой-то Ну неведомой закономерности Чтобы ребенка еще То есть появлялась Дополнительная работа мозга А меня Элемент напряженности Ну да Вот два раза отлупил Третий раз не ни Потом четыре раза не лупил Потом два раза подряд Чтобы он не вычислил Чтобы он не вычислил Когда его будут лупить Да Это Потому что лупить регулярно Это возникнет привычка И в общем он перестанет спинять Нет Знаете Это как собаки Которые вот большие С которыми справиться нельзя Их нельзя там бить И на них орать Понимаете Потому что они привыкают Понимают А с тобой они справятся все равно Там 80-90 килограмм весит Поэтому с ними надо говорить Очень спокойным Таким упавшим голосом всегда Поэтому когда ты рявкнешь Даже это живот Может среагировать То есть амплитуда отношений Даже между людьми Очень важна Потому что если вы тихо Спокойно говорите с женой Там на все ее крики Там истерические и прочее Все это замечательно А потом когда Действительно возникает сложная ситуация Компостолой она вздрогнет Ну или в другое место В ультразвод Нет не будет развод Будет реакция какая Нужна если нужно будет остановиться Есть такая поговорка даже Бойся гнева терпеливого человека Конечно То есть я привыкаю Что он что-то булькает в углу И вдруг как зарет И знаете это эффект Нам в очередной раз Не хватило времени Подожди Мы сейчас дадим У нас полтора минуты Нет две А одна Извините До конца беседы Я просто говорю Что людей конечно очень пугает И даже вот появились В комментариях Такие слова как фашизм Какой фашизм? А вот это характеристика Вашего церебрального сорсинга Вот вам Мы вам жену подобрали Эй ребята Мы же люди А можно мы как-то Сердца навстречу друг другу И т.д. Ты же сам на практике Поймешь Насколько тебе проще Со своим человеком Нет вы можете попробовать Но жить то вы не сможете Нет проблема То заключается Что нет никакого фашизма Проблема Это как раз Тот кто кричит Больше всех фашизм Тот больше всего боится Этой проверочки Вот в чем дело Да? Да Потому что Кто больше всего сопротивлялся Те кто был при власти Что во Франции Что в Австралии 200 лет назад Кто больше всех кричит Фашизм сейчас Потому что тот кто знает Что не пройдет То есть степень Своей некомпетентности Он уже давным-давно преодолел Понятно Друзья все прощаемся Благодарим Сергея Вячеславовича За очередной визит к нам Вас за внимание Вы только не расходите Далеко В следующую часть Мы будем с вами обсуждать Ту самую Вот эту тему Да Яркую И всех нас волнующую А сейчас вам В завершении часа Мы решили поставить песню Сергей Вячеславович Сергей Вячеславович Вот здесь В кулуарах Так сказать Программы Опотребил Там словосчитание Что мол Европейцы Ну вот эти тупые Которых мы называли У них же крыши горят Они вот тем не менее Вот друзья Как иллюстрация Музыкальная иллюстрация Горению крыш А в данном случае Кроватей Композиция австралийской группы Midnight Oil Beds are burning А мы вернемся